Наступила блинная неделя, и это значит, что пришла масленица. Праздник символизирует проводы зимы и приближение весны. Главное блюдо этой недели – блины. И многие хозяйки проявят свои кулинарные способности и угосят родных. А наша съемочная группа отправилась сегодня в гости на блины к Розе Барлаковой. Репортаж Светланы Шагановой. Хозяйка дома мы застали за приготовлением блинов. Рецепт стандартный – молоко, яйца, сахар, соль, сода, мука и масло. И плюс – хорошее настроение. Нужно не только рецепт, но чтобы душа радовалась, когда ты делаешь. И люди попробуют и скажут спасибо. Раньше блины жарили на чугунной сковороде, рассказывает Роза Назировна. Но сейчас огромный выбор блинец. В них первый блин не будет комом и будет легко сниматься. Но хозяюшка рекомендует смазывать сковороду кукурузным маслом. Это добавит вкуса. Традиция отмечать масленицу идет еще со школы, где Роза Барлакова много лет работала учителем, затем завучем. И как она вспоминает, блинов на масленицу всегда было много. С самой разной начинкой. Накрывали в школе столы и все вместе праздновали вкусный и веселый праздник. И не важно, какой мы национальности и вероисповедания, говорит Роза Назировна. Мы все российский народ, поэтому мое блюдо, твое блюдо, мы все россияне. И мы друг друга поддерживаем и в то же время мы делаем все блюда, даже 15 республик. В маленькой уютной кухне немало старинных вещей, а точнее кухонной утвари. И каждая имеет свою историю и, главное, хранит в себе память. Роза Назировна очень любит необычные предметы интерьера, как и ее мама, которая, бывая на широких просторах Советского Союза, всегда привозила что-то особенное. Мама очень любила такую эксклюзивную посуду, редкую посуду. Вот этот, например, китайский поднос 61-го года. Тут все старое, но все такое, но любимое. Это то, что осталось от мамы. Кухня – это, по-моему, главная комната женщины. И когда что-то радует глаз, хочется что-то делать. У каждой хозяйки на кухне есть вещь, которая особо дорога. И у Розы Барлаковой есть такая. Эту вещь мама привезла с Кемерово. И сделали, по всей видимости, заключенные. И вот как память о них, мама привезла, и сын очень любил, и мне оно очень нравится. Видно, добрые руки. Может, человек ошибся в жизни, но делали добрые руки. Мне так кажется. А сколько лет этому топорику примерно? Ну, где-то это топорик в 80-х годах. Никакая современная посуда не заменит ту, как говорится, советскую. Сейчас это уже раритет. Как, к примеру, вот такая резная хлебница или медная чаша для приготовления варенья. Ну и какая же масленица без самовара? К ним у Розы Назировны особые отношения. Есть и самый маленький, а есть и самый старинный медный самовар, который хранится в чулане. Старинный Баташовский самовар 1837 года имеет медали. Роза Барлакова и экскурсию провела по дому, и стопку блинов напекла. Блинчики готовы. Приятного аппетита. Ароматные, кружевные, в дырочку. Блинчики готовы. Теперь настала ваша очередь испечь символ солнца и весны, и угостить родных, друзей и соседей. Мы живем среди русских, русские живут среди нас. Поэтому все праздники надо отмечать вместе. Например, блины любит мой внучок. И я делаю с душой, чтобы угостить родных, близких, внучка, невестку, соседей. Роза Барлакова – глубоко интернациональный человек. Трепетно относится к традициям народов. И неважно, какой человек национальности. Главное – уважение друг к другу, добрососедские отношения. И, конечно, дружба, которой и славится наша многонациональная республика. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.